Насколько я знаю, среди ваших разработок есть система очистки воды, которую считают одной из наилучших в мире. Расскажите об этой системе. До того, как я представлю саму систему, хотел бы рассказать об одной истории. Я представил свою разработку правительству Бельгии. Воду из их крана, которую они не пьют, я очистил и дал им. Они исследовали, и через 10 дней меня позвали и сказали, что мы попробовали получить подобную воду, но она обошлась нам очень дорого, около 10 евро на 1 литр. Но вы говорите, что за 1 евро можете производить тысячи тонн. Я сказал, да, вы правы. Они предложили мне представить разработку на тендер. Речь шла об очень больших суммах. Но, по их словам, я был обязан раскрыть ноу-хау, так как получается, что нам не удается получить тот же результат по указанной вами цене. А мы обязуемся 20 лет хранить вашу тайну. Естественно, я не согласился и вернулся в Армению. Попробовал иначе подойти к вопросу. Вы пробовали в Армении применить ваше фильтрующее оборудование? Фильтрующее оборудование я использую в производстве абрикосового бренди, которое не имеет своего аналога в мировом масштабе. Ваш бренди имеет спрос? Я дал всего в одну точку. Очень нехорошо повели себя там. На 50% подняли цену при продаже. Известная всем болезнь. Нет, я имею в виду какой-либо проект, который можно осуществить в Армении. Я бы предложил, чтобы организовали производство этой воды. Воду из Аракса можно решить в каких объемах. В качестве питьевой воды давать и рану. Вы хотите это делать непосредственно в Мегри и сделать так, чтобы после фильтрации чистая вода пошла по трубам? О каких объемах идет речь? У нас есть два вида воды, которые можем однозначно сразу очистить и обогатить соответствующими природными компонентами, которые уже котируются как лечебная. А вы не пробовали наладить небольшое производство воды в Армении? У меня было небольшое производство. Чудо-вода. Но я никогда не видел его в магазинах. Я не давал магазинам. Только своим близким, родным, друзьям. Раздавал, говорил, пейте и знайте, что такое вода. Чистая, профильтрованная, очищенная от хлора. Можешь держать годами в закрытом виде. В Ереване есть бизнес чистая вода. Продают для кулеров. Бог с ними. Я хотел сказать, что есть среда, где можно продвигать эту воду. Конечно, можно. Можно дать всем больницам, а не то, что дают в баллонах. Это неизвестно, что. Делают электролизы или что. Они сами знают. Это серьезная работа. Очень серьезная. Там могут быть микробы в той воде. Хлор. Тяжелые металлы. Все это надо ликвидировать. По моим сведениям, вы занимаетесь также лечением людей своими методами. В частности, занимаетесь сахарным диабетом. Насколько эффективны эти ваши методы? Насколько вы поняли, я по специальности не врач. Но клятва Гиппократа на меня больше действует, чем на… Не о всех врачах, конечно, речь. Есть хорошие врачи. Что вы имеете в виду? Больной с сахарным диабетом. Бета-клетки в островке поджелудочной железы человека, которые производят, синтезируют инсулин. Это вообще не связано с сахарным диабетом. Метод лечения сахарного диабета разный, в зависимости от того, наследственный он или приобретенный у больного. Типа. Первого типа и второго типа. В чем особенность вашего метода, в отличие от традиционного? Я не наношу вред почкам. Этот больной не пойдет на диализ. То есть, почечной недостаточности не будет. Не пойдет на стентирование сердца, потому что подобные больные имеют проблемы с сердцем. Не начнутся гангрена и не потеряют зрение. Почему? Как вы лечите? Как лечил Амирдувлат? Эраций. А Вицена как лечил? Так и я лечу. Я правильно понимаю, что вы намекаете на то, что лечите не следствие, а причину? Однозначно. Причина рождает следствие, а не наоборот. Как, например, больные раком. Я вообще удивляюсь, есть ли такая болезнь, рак. Мы имеем дело с более серьезной болезнью. Я считаю, что это трихомонадный однополый паразит. Трихомонадный грибковый вирус. Нет болезни рак. И это серьезнее, чем, по их представлениям, канцерогенные клетки, биопсия, просим формалин, чтобы определить, это злокачественное или доброкачественное. Если ты столько делаешь, почему не проверяешь ПХ крови? Нормальный ПХ крови у человека должен быть слабощелочной. В кислотной среде. Какое лечение хочешь проводить? Химиотерапию, облучение, хирургическую операцию. Не получится. Это невозможно. Не получится. Верни кровь в слабощелочную среду. А как можно изменить кровь? Это уже другая сторона вопроса. Пусть делают. Почему не делают? А можно из ваших слов понять, что вы это делаете? Значит, если не делаю, в таком случае у меня не три больных и не 13-23. Все онкобольные прошли через этот путь, химиотерапию, некоторые из них облучение, имеют костные метастазы. Кто должен отвечать за эти метастазы? В начале больным говорят, сейчас прооперирую, после операции получишь химиотерапию, после нее дадим облучение и спокойно можешь уходить. После всего, когда видят, что состояние больного ухудшилось, говорят, ну знаете ли, мы сделали все, что было возможно. Большего сделать не можем. Оставляют больного с его проблемой. Назначают полиутоляющее до того, пока больной... А вы что делаете? Опухоль – это следствие, а не причина. Удалив опухоль, пусть ни один хирург не говорит, что после удаления опухоль не даст третидива. Нет такого. Это опухоль даст третидив. Потому что причина не ликвидирована. Элементарно. Миомы у женщин, опухоль шейки матки, эрозия или киста. Рассмотрим опухоль шейки матки. Поднимается по печени, легкие, щитовидная железа, мозг. И мы теряем больного. В этом случае и при миоме матки удаляют все органы. Либо вливают лекарства, чтобы прекратить менструальный цикл. Впоследствии у нас такая картина. Остеопороз. Тот менструальный цикл, который должен был быть у женщины, прекращен. Куда идет эта кровь? Куда? В костную систему. Во всю эндокринную систему. И получаем то, что получаем. Я против всех подобных вещей. Если не слышали, пусть послушают официальное заявление главного онколога России, что подобным больным противопоказанная операция, химиотерапия, облучение. Пусть врач сам решит, какими цитостатиками предполагает лечение, кроме указанных мной трех. Если не слышали, пусть будут добры послушать. Вы когда-либо пробовали поделиться этими вашими мыслями с представителями традиционной медицины? Что-то сделать, чтобы это было внедрено в наши больницы? В наших больницах я предложил. Фамилии я не назову, потому что эти люди работают. Чтобы в одной из больниц было внедрено. У нас есть всего один плазмофорез. Больше ничего нет. Еще аппараты диализа. Чтобы была сделана гемосорбция, лимфосорбция для очистки лимфы, ликваросорбция для очистки костного мозга. У нас есть институты. Пусть дают задания ученым. Сегодня Украина макрофагами удивляет людей. А у нас этого нет. Пусть ученые, биохимики, специалисты подготовят. После этого макрофаги, бактериофаги больным не дают. Я не хочу ахаивать сегодняшнюю медицину. Имеем дело с людьми, забывшими Гиппократа. Не навреди, этих людей не касается. И фактически вам отказали в этих больницах? Я был у Миносяна в Нурке. Он сказал, невозможно. Он сказал, получается так. Я должен держать двух сторожей, одного бухгалтера, секретаршу, травматологию, что-то сломалось, наложили гипс, лабораторию, а остальных освободить от работы. Но куда они пойдут работать? То есть ваш метод имеет такую эффективность? Это всему миру известно. Я же ничего нового не вел. Ленинградская военно-медицинская академия занимается именно этим. Я эти фильтры смог привести через Кобзона. Эти опыты мы делали и на наркомании, и на человеке, перенесшем инсульт. После процедуры он встал, стал ходить, сам сел в машину и повел ее. Как это понять? Или вы стентируете больного? Вы проверяли, что сердце больного перемещено с оси? Мы родились со смещением 1-1,5 см. Мы так родились. Когда немножко больше смещается, сосуды сердца, как белевая веревка, свисают. Они смотрят, где висит, там и ставят стенд. Ты сердце верни на место. Сердце. Мои слова для них, как на китайском. За 10 дней можно сердце вернуть на место. Любую почку, бугристую, волнистую, сморщенную, можно вернуть к нормальному размеру. Но это не значит, что после этого он на диализ не пойдет. Аппарат диализа что из себя представляет? Искусственную печень. Печень должна была очищать кровь и чистую кровь направить в почки. Не отправляет. Работа печени нарушена. Так у вас есть методы лечения раковой болезни? В таком случае расскажите о логике ваших методов лечения. Это биологически активные вещества. Против любого вируса. Любого. Даже против укуса кобры. И определенное натуральное сырье, которое смешивается с этим противоядием, используется для ликвидации канцерогенной клетки, нормализации онкомаркеров, нормализации PH крови или повышения иммунитета человека. Что вы скажете о коронавирусе? Сейчас весь мир фактически. Коронавирус – это искусственно созданный вирус. Я не понимаю. Это паника. Кому все это нужно? Для чего? Я готов. Я повторяю. Готов зайти в палату больного. Дайте мне три дня. Оставьте меня с несколькими больными и после трех дней увидите состояние больного. Под вашим наблюдением. Смотрите через свои камеры. Из сказанного вами я могу предположить, что вы можете лечить больных с коронавирусом даже в самой тяжелой стадии. Да. Но кроме того, есть предотвращающий способ. Например, я сам это принимаю. Могу зайти куда угодно. Этот вирус я не подхвачу. Почему? Это вакцинация? Есть оба варианта. Есть и вакцинация. Я отправил в Америку. Там у меня есть больные, которым я сказал, заходите куда хотите. Если вы заболели, значит, созданное мной ничего не стоит. И в России есть. В Европе. Речь идет об этих днях? О последних месяцах? Да. Говорю, спокойно пейте. Из Москвы один позвонил. Сказал, в моей семье все заболели насморком. Кроме мнения. Вы каким-либо образом сообщали об этом правительству? Коменданту. Минздрав требует от меня клинические испытания. То, что вы из России и Китая получаете таблетки. Они проходили клинические испытания за столь краткий срок? Для этого нужно время, месяцы. Это во-первых. Во-вторых, говорят, поскольку это не считается лекарством, вы должны обратиться в Министерство сельского хозяйства. То есть, коронавирусом должен заниматься не Минздрав, а Минсельхоз. Логика. И что же вы собираетесь делать? Нашу передачу могут посмотреть тысячи людей. Я надеюсь, что и правительство соответствующих структур также посмотрят эту передачу и попытаются связаться с вами. Панику поднимать не следует. Сейчас о любом больном, кто умирает, говорят, что умер от коронавируса. Больной H1N1 умирает, говорят, что умер от коронавируса. А против этого что было сделано? Против H1N1 что было сделано? К вам могут обратиться многие из наших зрителей. Если человек, который уже болен или не хочет заболеть, почувствует, что нуждается в моем лечении, я готов помочь. Даже безвозмездно. А есть ли ответственные в сфере здравоохранения, даже если не верят? Кто эти ответственные? Министр? Да, конечно. Даже если не верят, но они обязаны это проверить. А зачем я все это говорю? У вас есть столько способов. Вирусоскоп, хроматография, спектральный анализ, биорезонансные исследования. Это то, что я знаю. Может, есть еще более хорошие методы для проверки. Проверяйте. Скажите, товарищ, это было не то. Спасибо. Будем надеяться, что соответствующие структуры, которые заинтересованы в том, чтобы наискорейшим образом эта эпидемия завершилась, обратятся к вам и попробуют сотрудничать с вами. Проверят то, о чем вы говорите. И если убедятся, что то, что вы говорите верно, попытаются применить ваши методы. Я несу ответственность за свои слова. Спасибо. Продолжение следует...